Как из обычного медного провода, сделать вот такой браслет. В этом видео будет пошаговая инструкция, которая сможет повторить любой. С применением минимального набора инструмента. Для работы нам понадобится двое плоскогубцев маленького размера. Повторяем подобрать с гладкими губками. Так работа будет выполнена качественно. Еще нам понадобится бокорезы, круглогубцы, большой строительный гвоздь, ножовка по металлу, канцелярский нож и шуруповерт. А теперь записывайте размеры. Провод я взял 2,5 квадрата, это примерно 1,7 мм проволока. Гвоздь нам нужен для навивки звенья, поэтому тут размер очень важен. 6 или 6,5 мм для нашего провода. В строительном магазине он продается как 150. Размеры провода и гвоздя можно изменить, но главное сохранить пропорции, иначе может не получиться. Как вы уже догадались, канцелярский нож нам нужен только для того, чтобы распустить оплетку. Отрезав пару метров провода, приступаем к навивке. Тут нет ничего сложного. Главное держать провод на натяжении и навить пружинку максимально плотно. Теперь полученные пружинки необходимо превратить в колечки. Одеваем пружинку на гвоздь для удобства удержания. И распиливаем ее вдоль ножовкой по металлу. Опилки можно просеять через сито. А теперь самая важная часть работы. Раскрытые звенья собираем одно в другое. Только делаем это попарно. Нужно, чтобы получилась вот такая фигура. Теперь, чтобы это все не развалилось, сводим плоскогубцами каждое звено. Первые 6 колечек собираются именно так. Теперь подготавливаем следующие звенья. Их нужно немного развести, чтобы они спокойно пролезли через колечко. Теперь берем нашу заготовку и раздвигаем крайние и средние звенья. После этого зацепляем разведенные колечки. И пока они разведены, сразу же зацепляем сведенные. Естественно, тоже пару. И сводим, чтобы не развалилось. Для удобства сборки можно все кольца разделить на две части. Одни развести, а другие свести. На одну часть сведенных потребуются две части разведенных. Дальше звенья соединяются по аналогии. Для того, чтобы разглядеть этот процесс, вы можете остановить это видео или пересмотреть еще раз. Сложного ничего нет. Этот вариант плетения собирается без пайки. Несмотря на это, браслет все равно будет очень прочный и порвать его будет нелегко. Теперь, когда браслет готов, нам надо как-то сделать замочек. Сейчас покажу простой способ, который вы сможете сами повторить. Я взял провод потолще, чтобы замок был прочнее. Для эстетики навеваю пару толстеньких колец и прицепляю их к концевикам. Потом беру в руки круглогубцы и загибаю вот такую фигуру. С одной стороны будет колечко, а с другой крючок. Несмотря на простоту этого элемента, замок будет такой же надежный, как и браслет. А главное, его можно легко будет одеть самостоятельно. Но поскольку медь имеет свойство окисляться и тускнеть, в следующем видео покажу, как его самостоятельно покрыть серебром.